И всем привет! Меня зовут Влад А4. Иииииии... Ребята, это не Глент, это не Кобяков. Этого человека вы еще не знаете. Сегодня мы снимаем горячая или холодная еда челлендж. Все мои ребята куда-то разъехались. Глент снимает ролики на свой канал. Кобяков в Индии. А ролик снимать надо. И знаете, что я сделал? Я шел по улице и встретил вот этого вот человека. Я подхожу и ему говорю, привет. А он мне такой, привет. Хочешь в видосе сняться? Он говорит, давай. И вот, этот человек снимается у нас в видосе. Давайте познакомимся с этим человеком. Узнаем вообще, что он думает по этому поводу. Встречайте, Леха. Всем привет, ребят. Да, Елёша. Лёша, расскажи, куда ты шел? Как ты попал вообще в ролик? Ну вообще шел ключи делать. Я не ожидал, что в это время мне именно в портанетах среди тебя, Влад. И тут у меня даже такую возможность офигенно снять в этом ролике. За это за его доброту надо подписаться. О! Пишитесь, пожалуйста. Молодец. Видите, сразу только появился видос, уже правильные слова говорит. Ребята, учитесь. На самом деле, да, прикольная ситуация. Лёша шел делать копию ключей и оказался в ролике. Что сейчас будет? У нас есть горячая или холодная еда. Давай представим, например, овсяная каша. Вкусненькая. Если горячая. А вот если холодная овсяная каша, это что? Рыганина. Вот, допустим, я такой беру, вытягиваю бумажку и мне достается холодная овсяная каша. А вот ему достается вкусненькая, тепленькая овсянка. И что нам с ней делать надо? Съесть полностью. Но, хороший вопрос. У нас новое наказание. Раньше мы давали друг другу шапалахи. А теперь, если кто-то из нас не съест блюдо целиком, то тот получает на одну минуту кубик льда себе в штаны. Вот такой вот берешь, вот так вот делаешь и вот так... Хорошо, что я промазал. Ну что, ребят, надеюсь, правила вы поняли. Мы правила поняли. Давайте начинать. Ну что, ингредиент уже находится вот там. Вы его видели. Теперь нам нужно понять, кто этот ингредиент съест. Горячий, а кто холодный. Уступаю тебе открыть эту олимпиаду. Подожди, подожди, подожди. Я кое-что заметил. Почему ты не в мерче? Давай мы сделаем полное посвящение и дадим тебе вот такую вот маечку, как у меня. Согласен. Кажется, не зря за крючами сходил. А ну-ка дайте сюда мерч. Держи, это тебе подарочек. Если сниматься в таких майках, то просмотров будет больше. Спасибо большое. Она клевая. Так-то лучше. И можно, пожалуйста, вот эту вот резиночку. Держи. Ну, теперь можно тянуть. Первый раз всегда так. Давай. И за какими глазами скажу, что у меня горячее. Я прав. Отличное начало. Я тебя поздравляю. Полное посвящение. Так, у меня, соответственно, горячее. Но с другой стороны, знаешь что? А вдруг у тебя ванильное мороженое? Ну, тогда это супер. Открываем на счет. Раз, два, три. Картошка фри. А такую картошку фри вообще можно есть? Она чем-то пахнет, но не таким, как картошка. Пахнет холодильником, короче. Морозилкой пахнет. Блин, нам все вот это надо съесть. Вы представляете, это невозможно съесть целый пакет. Давай с тобой договоримся. Съедим по пять палочек картошки. Четыре, пять. Нормально, так можно же было, да? Идея хорошая, но... Ладно, тогда это будет пускай одна. Я думаю, вот это вот, две. Вот это вот, три. Ну и судьба, судьба все равно половинку мне дала. Да, она такая была, он ее не ломал. Ну что, картошка фри горячая, я думаю, это абсолютно неинтересно. Поэтому все, внимание на тебя. О, вкус как синяк. Да ну, это просто Unreal, потому что она зубы обжигает. Ты сможешь съесть пять палочек? Да, я не хочу лед, она еще очень сложно прожевывается. Хочешь попробовать? Ладно, я кусочек хочу. Холодный снег, как будто я же. С привкусом картошки. Он еще немного вяжет. Картошка вяжет. Я смокрена, я молодец, лед я не получаю. Что, прожевать надо? Блин. Классный первый раунд, мне нравится. А мне нет. Я все. Я тебя поздравляю, справился. Мы не закидываем лед себе в штаны. Идем дальше. А перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать один очень, очень мощный лайфхак, который работает. Я сам проверил. Он будет касаться тех, кто не подписан на канал. Вот прямо сейчас встаньте из стула или возьмите телефон с собой и найдите какой-нибудь тяжеленький предмет дома. Например, гантель. И попробуйте его поднять. Будет тяжело. А теперь возьмите и нажмите на красненькую кнопочку подписаться, чтобы вы стали подписчиком канала А4. И вуаля, гантель должна стать в два раза легче. Ну точнее, вы должны стать в два раза сильнее. Ну или ребята, ну просто нажмите кнопку подписаться. Ну что, вам жалко что ли? А мне приятно. И так, я теперь вытяну первый. Будьте честны, если мне в этом раунде попадется холодное. Для баланса, знаете. Но мне достается горячее. В смысле опять не повезло? Ну, братан, ничего страшного. Когда-нибудь должна повезти. Ну, в принципе, да, мне уже повезло эти видоси. Открываем. Это что? Короче, я узнал запах. Это кока-кола. И она? Она горячая. Это супер после картошечки. Забыл. Запить холодный кол. Она была холодная картошечка. Бон аппетит. Горячая кола. Кто-нибудь вообще представляет, что это? Как это вообще на вкус? Что это? Я вообще не представляю. В первую жизнь не пью. С помощью видеоблогинга я так много всяких вещей попробовал в первый раз. Сейчас буду пить первый раз кока-колу. Со льдом. Так, давайте попробуем. Ну льда не хватает. Да, очень не хватает льда. Ты можешь допить, в принципе, и поделиться льдом. Нет, не могу. Я понял, что это. Это, короче, черный чай, в котором 17 ложек сахара. Один в один. Я же захотел попробовать сейчас. Короче, это очень какая-то засахаренная вода с привкусом кока-колы. Холодная кола намного повкуснее. Даже краешки вспотели, видите? Ребята, это очень горячая кола. Вот если вот так вот стакан держать невозможно. Но можно считать один один. Ты можешь отказаться и лед кьють. Прямо оттуда? Да, прямо оттуда. Не, я допью. Ой, так горячо стало, что в следующем раунде я бы не отказался от холодника. Все, можно идти дальше. Давайте, третий раун. Ну что, вы уже видели, что там. Я хочу холодненькое. Хочу что-нибудь холодненькое, чтобы остыть после кока-колы. Надеюсь, что у меня попадется холодненькое, и это будет что-нибудь вкусное. Ну да, бля, тепленькое какая-нибудь. Сахиска. Держи, тепленькую. Как это сделать? Главное очень хотеть. И что получится? У меня холодное. И я рад. Ну что, раскрываем? Раз, два, три. А это не мое, вот это мое. Блин, странная ситуация. Не хочу я есть вот эту вот пиццу. Ты хотел холодненького еще, альба. Нормальная пицца. Освежается укропчиком. Давайте попробуем. По вкусу просто. Как будто холодильник с майонезом. А теперь от Косово очень вкусненько. Как пицца с пиццерии. А горку обязательно надоедать? Ну, если хочешь лед в штаны, то елей. Мне понравилось. Не сомневаюсь. Еще немножко давай, смотришь. Эта пицца была бы очень вкусная, если бы она была горячая. Ну надо же все съесть, да? У тебя там еще чиплобаска. Да, я спрашиваюсь. Чиплобаска, чиплобаска. Что, вот этого, да? Я сейчас сейчас что-нибудь найду. Давай, давай, давай. У тебя еще и укропчик, смотри. Как вкусненько. Такая чай у тебя аппетитная. Короче, мне на самом деле довольно-таки понравилось. Просто было чуть-чуть сложновато есть из-за того, что она холодная. Мне тоже понравилось. Потому что это пицца. Потому что это вкусно, это пицца, да. Идем дальше. Ну что, я думаю, что твоя очередь. Теперь вытягивай. Первые попытки вытягивай горячее. Смотри. Смотрю, что ты не угадал. Горячее достается мне. На самом деле здесь вообще не угадаешь. И горячее может быть невкусное, и холодное может быть невкусное. Может быть мороженое какое-нибудь, что ты опять кушаешь тепленькое молочко. Почему он такой черный стал? Что с ним? Да, серьезно, черный. Не, ну твой топор вообще прошел какую-то непонятную подготовку. Что, не присырайся. Я его просто не могу открыть, он очень горячий. Мне его полностью надо съесть? Ты можешь как бы получить лед в штанишке. Очень горячий, прям сложно открывать его. Блин, может быть он внутри не прогрелся? Он очень прогрелся внутри. Ну ты... Чисти, чисти. Да это нереально, это пипец. Пока он чистит банан. Он офигенный, реально. Ну как мороженое, банановое. Серьезно? В этом есть логика, если заморозить банан, он будет просто как банановое мороженое. Натуральное. Это прикольно. А банан теплый, он тоже поменял на самом деле вкус. Блин, это вкусно. Он, короче, внутри там есть что-то жидкое. И оно нагрелось и стало каким-то сладким. Ребята, попробуйте полторы минутки подержать банан в микроволновке, и он становится какой-то вкусный. Я вам говорю, я то же самое буду теперь дома делать. Это какой-то вообще сейф раунд и там и там. Я не чувствую чок. Изи. Мы справились? Попробуйте заморозить банан, а потом попробуйте подогреть. Ну не тот, который заморозит. Нелогично. Идем дальше. Ну что, давай знаешь, как сделаю? Как я делал? Ничего.. А, ну давай. Сто раз до этого. Блин! Холодная! Горячая! Ну что, давай скрываемся? Давай! Раз, два, три! Так, это чокопай, только у тебя горячий, а у меня холодный. У него слишком горячий чокопай, а у меня слишком холодный, посмотрите. Как приклами. Ну, я думаю, самое интересное сейчас происходит у тебя. Его не поднять, он какой-то тягуч. Не, он вкусный, он офигенно, ну как мне его съесть? Мне же весь надо съесть, да? У меня по сравнению вот с ним сейчас вообще не интересно, просто холодная чокопайка. Последний. Последний. Ну что, мы справились, двигаемся дальше. Пороже мне. Да, что-то уже как-то и даже не хочется. Холодненькая, а у меня, значит, горяченькая. Ну, по справедливости, по справедливости. Так, горячая это вот здесь, да? Давай вот так вот, посмотрим вот так вот. Горячий хот-дог. Ну, этой сосиской можно гвоздь забить, мне кажется. А забои ее не сломать? Приятно. Она какая-то каменная. Я знаю вариант, как это все остановить прямо сейчас. Ну, давай, выдай. Ну, лед, ну да, это вариант, конечно, но я все равно попробую. А ты попробуй. Попытка не пытка, попытка не пытка. Я справлюсь. Ты справился с блином, я справлюсь с сосиской. Не проблема. Изи. Я тебе скажу, что мой хот-дог вкусный. Теперь его торт съем. Фу, ребята, очень большой, но вкусный. Невкусный. Ладно, я не смогу это сделать. Ты готов на лед? Ну да. Ты готов на лед? Это просто ужасно. А ты съешь? Да, я съешь. Ты сейчас закинешь себе лед в штаны, и вот за эту минуту я съем. Ну что, ребята, сейчас будет тест нового, новейшего просто наказания. И посмотрим, как он тебя смотивирует в следующих раундах. Так, смотри, я засекаю минуту. Ты готов? Три. Два. Один. Кажется, мой Кринга что-то. Ну как тебе? Классно, да? Можно денсить. Ну как тебе? У меня очень приятные ощущения, но в принципе терпимо, терпимо. Но второй раз я не выдержу этого. Ты уже можешь его доставать через штанину, потому что твоя минута закончилась. Вот он маленький. Поздравляю. Ты теперь свободен? Ну я выполню это задание, и ничего закидывать не буду. Было вкусно. Идем дальше. Классно вам, зрители, да, когда вы видели уже ингредиенты, да? Горячо. Почему опять холодно? Холодное, а у меня, естественно, горячее. И я этому рад. Я уверен на 150%, что это будет вкусно. Горячая яичница, ну нормально. Это вообще едят? Мне очень интересно. Знаешь, что мне интересно? Мне интересно, какая она внутри, вот эта вот желтая часть. Вот что там? Ну как это странно. Что это? Мне это надо съесть, да? Да. Мне просто очень интересно. Ой, оно как невкусно. Это лучшее, что было за всю еду. Ну ты неплохо справляешься. Мне кажется, если честно, я бы, может, даже и не осилил вот это вот все. Оно в местах просто ужасное. А где-то его вообще не чувствуется. Это смайлик. Я справился. Мне было вкусно. Яичница все замешалась в один вкус. Он был солененький, вкусно. А тебе? Ты справишься. Давай, давай, давай. Капец. Не делайте так. С бананом советую, а трещинка нет. Идем дальше. Я уже объелся. Наелся. Мне уже было и горячо, и холодно. Да блин, не надоело горячее есть. Предлагаю махнуться. Просто помочь друг другу. Я уже вспотел конкретно, мне нужно что-нибудь холодненькое. Ну, надеюсь, я не зря это сделал. Это мороженое, я уверен. Ну, спасибо тебе, помог. Бургер из мака, ну что я могу сказать? Балдеж? Я просто буду потихонечку наслаждаться тепленьким бургером с говядиной. И смотреть, как он есть. Хоть мне сейчас не очень приятно, но я очень рад, что я встретил Влада. Спасибо тебе, что дал возможность покушать. А то я голодаю. И в ролике снялся, и блинов поел, и льда погрыз. И закинул лед в целую еду. Новое ощущение, новое ощущение. У меня уже вообще не лезет. Я реально уже обожрался. На счет 3. 3. Весь? Ну давай. Ну что, и с этим раундом мы справились. Никто не получил ледышку, а мы идем дальше. Ну давай, не раскрывай, не раскрывай. А я уже увидел, что у меня. А я походу знаю, что у меня холодное, да? Я угадал? А. Хорячееееее. Блин, ну короче, мне досталось холодное. Ребята, как это есть? Что вы мне подсунули? Это невозможно есть. Что это? Что это? Что это? Это кисель. Вот скажите, как это есть? Или пить? Или что это? Что с этим делать? Это же просто... Ну ты справишься, Влад, ты справишься. Да, я справлюсь. Может быть, тебе подлить, что просто пить немного. Все, фу. О! Ну это уже прогресс, посмотрите, я хоть чуть-чуть ел. Это не фруктовый лед, потому что фруктовый лед, он хотя бы какой-то порошковитый такой. Короче, он вкусный. А это просто ледышка. Я просто грызу вкусный лед. Вари, вкусно. Блин, мне кажется, я туда не смогу. Ребята, я не справлюсь. Я очень объелся. Это какой-то здоровый кусок льда. И я не хочу есть его час. Плюс я хочу попробовать новое наказание. Давай, давай, давай. Ты сможешь, Влад, ты сможешь. Ну что, наказание? На самом деле лучше не двигаться, потому что она начинает там тоже двигаться. Так, а где он? Я его потерял. А, он даже сзади. Так, три, две, одна. Ноль. Минута, все. Ну, такой вот видос получился. Я протестировал новое наказание. Интересное. Мне понравилось это наказание. Нет. Не пробуйте так. Конечно же, не пробуйте делать такого дома. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. И вы поставите ему лайк. Конечно же, не забывайте подписываться. Потому что подписываться, это самое прекрасное, что есть на ютубе. Это ваши подписчики. Ну, а с вами был я. Меня зовут Влад А4. И Леха. Е-бой. Ребят, если хотите, чтобы Леха еще поучаствовал в наших видосах, напишите об этом в комменты. Напишите там что-нибудь. Давай еще Леху, хотим Леху, там вот что-нибудь такое. А если не хотите... Не надо ничего писать, вы хотите. То пишите, что мы не хотим. Верни Кобякова. И все такое. Верни Леху. Пишите, верни Леху, и все будет круто. И будет у вас здоровье и богатство. Пишайте сами. Пишайте. Ну и все, пока-пока. Слышь, пацан. Или может не пацан. Подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь. Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх.